Мы в шоке, в шоке от того, что происходит всего 150 километров от Анапуэ, поэтому не приключайтесь, ведь мы доехали до песчаной косы Чушка. Коса Чушка всего протяженность 9 километров, 9 километров абсолютно пустых песчаных пляжей. Ну как пустых, вот немножечко людей здесь есть, а здесь ребята, вот он, вот он Крым, посмотрите как близко. Я не знала, но именно здесь находится порт Кавказ, а это та самая паромная переправа, которую раньше люди простаивали часами, чтобы перебраться с Таманского полуострова в Крым. Давайте немного истории, почему она, почему ее все-таки назвали Чушкой. Дело в том, что раньше здесь жили малоросы, и когда образовалась эта коса, здесь было очень много рыбы и, соответственно, очень много дельфинов. Дельфины постоянно играли и по какой-либо случайности их выбрасывала на берег. Ну и, собственно, малоросы их называли морскими свиньями. Ну, с их наречия свинья это Чушка. Вот и поэтому эту косу с тех времен начали звать Чушкой. Вообще, эта коса образовалась несколько сотен лет назад. Ветер здесь нагнал песок и образовалась кромка, кромка, кромка земли. И раньше, раньше эта коса соединяла Крым и Таманский полуостров. Но потом, со временем, часть косы размыла. И в 1944 году русские сделали мост с Таманского полуострова на Крым. Но в этом же году капитан одного из ледоколов, я не знаю, что сделал здесь ледокол, снес этот мост. Ну, и с тех пор русские инженеры-обительницы сказали, мы не будем этот мост восстанавливать. Поэтому вот, в 1955 году была основана паромная переправа. Ну, а мы сейчас находимся в поселке Ильич. Как утверждает Яндекс, это последний поселок, который вы проезжаете перед тем, как попасть на переправу Порт-Кавказ. Я так понимаю, что это центральные пляжи поселка Ильич. Что это? Бычков столько выкинуло. Мамма-ми-я. А тут большие там прямо. Господи, на них чуть не наступило. Валерка, ты бы меня хоть бы предупредил. Видите, ребята, море сегодня не совсем чистое, потому что вчера, оказывается, здесь был шторм, дикий шторм. Повыкидывала кучу рыбы, бычков и ракушек. Вообще, песок здесь, вот мы идем с Валеркой, по утрамбованному песку, а здесь такой мелкий-мелкий песок, кварцевый, как говорят, и ракушечника немного. Сама коса протяженностью 9 километров. Ну и, соответственно, пляжи такой же протяженностью тоже. Но вы можете на машине доехать где-то до середины косы. Дальше вас не пустят, там уже пограничная зона. И пляжи довольно широкие. Где-то они доходят до 50 метров в ширину, но есть места метров 5-9 всего. Мы с вами идем сейчас по направлению к центральному пляжу, посмотрим, что там. И говорят, и говорят, ребятушки, что здесь нет медуз. Но вы не верьте. Это корнироты? Вода теплая, Валер? Серьезно? Теплее, чем в Анапе? Сразу в два. Ого. Ничего себе. Да ладно? Класс. Вот если бы не штормила, я бы тоже с удовольствием залезла, потому что дно такое хорошее. И я напомню, ребят, мы идем с вами по побережью Азовского моря. А, вон там Азовское море соединяется с черным. Нет, тут надо идти очень осторожно, потому что я в этих бычках просто уже погрязла. Мне кажется, я попередавила тут всю рыбу. Ой, а кого вы ловите? Бычков? Креветку. Креветку? Азовская вот эта маленькая, которая? А это вот она там у вас уже? Офигеть, а можно посмотреть? В ведре есть. В ведре есть? Сейчас пойду посмотрю. Где? Так ее не видно. Ты видишь, один бычок. Так вот бычок. А вот это прозрачные, это креветочки, да, вот эти? Да. Смотри, как классно. Вот у нас из Сахалини так челимов ловят, Валер. А мальчик знаешь, на кого похож, Валер? На мальчика из фильма «Бриллиантовая рука» идет такой. С дороги щенок? Да, да, да. Если вы любите тики отдых, мы очень много увидели людей с палатками. Здесь есть уединенные такие заводи, ну, как такие заливчики. Можно остановиться и просто замечательно провести время. Вон, смотри, люди купаются, а там перелетные птицы, Валер. А не перелетные птицы, а бакланы. Ты думаешь? Не верю. Слушай, а посмотри, сколько барж на горизонте. Что сколько? Барж на горизонте. Что погрузок, да? Так, мы зашли, я так думаю, что мы пришли на центральный пляж, потому что много людей. И много купающихся, Валер. Тут прям много купающихся, да? Да. Наверное, пойду помочу ноги. Ты меня поснимай. Потом не оденешься. Ну, я голыми ногами пойду. Тяжело тебе будет. Почему? Я хочу воду, ребята, попробовать и показать. Мы, извините, тебе не доверяем. У тебя, может быть, температура тела другая, понимаешь? В Анапе сегодня плюс 18, да? Вода, вода, да. Воздух 33, а здесь... Как парное молоко. Сначала заходишь не очень... Ой, клево! Я бы покупалась, только я не... Честно, боюсь медуз. Валера, что там? То есть мы приехали на окраину, получается? Чего? На окраину Ильича, да? Да. Так, мы заехали... Куда мы заехали, Валера? Ребята! А что это, Валер? Не знаю. Там люди купаются, посмотрите. Ребята, ну разве это не чудо? Это поселок Ильич. Господи! Как красиво! А вот здесь сразу Крым. Да. С высоты. Вы только посмотрите, всего лишь в 6 километров от поселка Ильича, Ильич, мы приехали в совсем не туристическое место, уже прям 100% не туристическое. Этот поселок называется Приазовский. И славится он тем, что вот там стоит церковь, храм. И это место силы для многих паломников. Мы сейчас попробуем вон туда спуститься, там, если видите, идет человек. И там говорят прикольные дикие пляжи. А идти нам нужно будет вот примерно вот по такой дорожке. Ну, в общем-то, все. Погнали вместе с нами. Если вы смотрели мой рилс недавно на ютубе, то вот там, вот там, вот там, я вам показывала грязевой вулкан Плевач или Клевач, как он там? Плевок. А? Плевака. А, вот Плевак. А, вот Плевак. И что ты смотришь, Валер? А я смотрю жук. Я думаю, сначала майский жук. А он какой-то просто очень разноцветный. Жук, да? Да, мне все хорошо идет. Обратно чувствуется, мне как-то будет не сильно хорошо. Ой, Валерка, ты уверен? Слушай, ну, это бабушка, она вообще, как вот она здесь сюда шла, а? Нет, просто здесь в шрепках неудобно идти будет. Ну, ты скажи мне, пожалуйста, ты меня привезешь сюда в следующий раз? Дай слово нашим подписчикам, что ты меня сюда привезешь, и мы тут все исследуем. Хорошо, приедем и следуем. Ребят, ну, в общем-то, и все. Вот такая была короткая прогулка. К сожалению, море сегодня штормит, поэтому мы не скупались. Вода очень теплая, и если вы любите вот такой вот савдепонский-савдепонский, макровый отдых, то мы вам это место очень рекомендуем. Туристов нет, береговая полоса 9 километров, Азовское море теплое, песочек, маленькие ракушечки, кучу креветок можете сами наловить и потом с певцом употреблять. Ну, а мы двигаемся дальше в поисках лучших пляжей Краснодарского края. Это был канал Доехали. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok